так друзья путешественники всем привет мы сегодня с вами находимся в калкане сегодня 12 октября сейчас покажу вам виллу которой мы прожили два дня сегодня к сожалению тоже уезжать мы пойдем погуляем и будем уже выезжать мы приехали сюда отметить день рождения хорошо провести время в общем давайте все по порядку как всегда центральный вход открываем открыть не закрывал и вот у нас шикарная кухня кухня-гостиная все такое приятное вилла хозяйская это видно потому что есть частные вещи видимо они просто и через компанию сдают на какое-то время то есть это не чистая аренда потому что много каких-то персональных вещей есть здесь у нас нас здесь на самом деле ребят три этажа сейчас пойдем еще наверх вам покажу но давайте по порядку все есть гостевой санузел у нас на первом этаже такой симпатичный все тут все с подсветочкой кухня холодильник есть стиральная машина посудомойка суда мойка есть кстати отдавать посудомойка там стиралка кофеварка все это классно телевизор есть несколько русских каналов и выходим с вами свой внутренний дворик у нас есть свой бассейн ну круто же вчера купался в нем матрас качели ведь шикарный вид вам покажу с верхних этажей здесь он закрыт другими домами так вот нас 4 шезлонга то есть вот она вся территория вот-вот это уже другая вилла идет ниже нас тоже другая есть свой мангал и вот небольшой выход сад но там садик такой садика нам сложно назвать скорее такой проход в техническое помещение под бассейн да то есть я думаю но вот это уже внизу идет территория соседней герой буквально не знаю сколько все таки 2 3 наверно до земли пойдемте выше кондиционер и все это есть идем наверх так на втором этаже у нас две спальни здесь у нас подружка все отдыхает не буду тревожить но там две раздельные кровати они зеркальны абсолютно можете попозже подсниму здесь мы спали сегодня есть у нас свой душ душ туалет такие кораблики штурвалы все достаточно симпатично есть на руку сейф но честно даже не смотрел как объясню ключи или что-то и вот балкон на втором этаже то есть вот получать соседняя комната она зеркально абсолютно единственное отличие то что там раздельные две кровати будет классный это уже терраса верхняя соседней милы ребят тоже там есть бассейн принципе они здесь все по одному принципу и построен мне кажется так плюс-минус пойдем наверх так части тут еще здесь идем с вами на 3 этаж и здесь еще одна спальня но единственное потолки низкие то есть вот я стою да вот уже все голову упираясь здесь проходит нормально кровать подходишь уже упираешься с этой стороны одна кровать и вот с этой стороны вот здесь даже крестокачалка но самое крутое третьего этажа это конечно вот эта панорама панорама просто космическая напоминаю это калкан это 30 километров от каш класс пойдем вниз погуляем может поснимаем но вечером здесь посидеть просто самый кайф вот получается 3 этажа вид как раз на балкон 2 и вот на наш бассейн это на вся территория такая вот небольшая но классная вилла я считаю шикарным видом так наконец-то 2 комната освободилась вот здесь вот такие две кроватки и такой же как и говорил на зеркане абсолютно санузел душевая кабина вот так это все выглядит и здесь что же выход на балкон пледы все это есть но нет шампуней то есть такой домик решетка закрыт но вот она тоже террас еще хотел сказать вот это вот лестница и наша вилла на самом верху находится то есть если вы приехали без машины то учитывайте что ходить перед здесь много и сложно то есть здесь подъемы достаточно сильные но вот мы ходим по утрам у нас такая мини физкультура кто не любит спорт наверное надо брать что-то пониже но вид он подкупает поэтому все таки хочется с красивой панорамой просыпаться поэтому мы выбрали ну и в принципе мы на машине вечером дамка катаемся на машине и давайте наверное немножко колкам постараюсь поснимать а так вот из основных моментов здесь рядом пляж капутаж это самый красивый на рапляж турции я там третий раз и это просто щенячий восторг а с другой стороны буквально 8 километров или 10 это потара песчаные дюны мы тоже вчера там были очень круто очень советую у меня есть обзор на канале каравана машины дом в том году мы там праздновали мой день рождения прям в песчаных дюнах мы остановились на ночевку поэтому очень даже классно ну и и да каша здесь 30 километров по-моему как-то так в общем локация вполне приятная спустились немножко калкан вот эта дорога она вечером пешеходные поднимаются земли 4 и здесь чисто становится такая пешеходный променад днем видите у них снабжение всех этих барчиков ресторанчиков открывают они да и подвозят им продукты питания и прочее ну такие здесь заведения уютненькие немного про калкан вам расскажу смотрите немножко вчера погуглил в википедии место это стало популярным где-то в 60-е года полюбили его британцы их смены дайверы поэтому они здесь купают виллы везде здесь фунтах цены даже на квартиры вот в агентствах недвижимости фунты стерлингов и в барах многие цены как бы даже курс установлен но много пенсов таких вот не знаем уж нам так повезло на прямо таких англичан таких уже прям стареньких стареньких очень много такой пенсионерский курорт и касаемо цен в ресторанах здесь подороже чем в анталии наверное но x2 раза в два точно но в принципе каши в это направление европейской она всегда была дороже что мы в каш ездили вот пару раз и мы не через неделю опять эти в каш поедем будем участвовать в каком-то забеге там заявились на 6 километров побежим компании вот поэтому ну здесь цены ориентированы конечно уже на европейскую аудиторию ладно не будем о грустном пойдем гулять устать немного отошел вот как раз отделение почты и рядом обменник вот курс не знаю на экране цифры бегают частота разная фунт 20 лирии доллар 18 30 евро 1780 про рубли ну есть 0,240 отношения рублю вчера или позавчера менял курс был уже подрос 375 370 он прыгает конечно туда-сюда но сейчас 12 октября немного растет и на самом деле еще кстати хотел рассказать что калкан это раньше была часть греции здесь вот где каш там прямо напротив видно остров касталаридзо это греция створиться по называть то есть и возможно вот эти острова которого там вдалеке тоже это уже часть греции поэтому здесь очень много таких напоминания греции то есть есть какие-то по стилистике по строениям по ресторанчикам напоминает чем-то греции такие чисто греческие мотивы паучка неизвестно касаемо цен ребят сейчас мы выходим на пляж и мы вчера наткнулись там на муниципальную кафешку и там позавтракали и там цены вполне такие хорошие для местных то есть наверное раза в два с половиной ниже чем вот в остальных заведениях там простенько конечно но в принципе там ммм нам лет какие-то сэнги еще бургеры чай попить чай вообще 3 лиры стоят это же в анталии таких цены же нет так что мы снара то что позавтракать ну такие из домики уже совсем печальный скорее всего кто-нибудь выкупит ты отреставрируют как соседей вот мы вышли на пляж пошли наконец-то есть с этим детские площадки муниципальные такие вот там улице идет крем ресторан рестораны-рестораны вплоть до марина и можно вот выше на уровне тоже походить там тоже одни кафешки здесь по моему кафешек очень много то есть там как-то в соотношении больше всего тоже такой по моему есть статистики а вот внизу как раз вот перед нами это муниципальное кафе дима сейчас в общем калкан он небольшой наверное если сравнивать его с каш он поменьше но тоже по-своему красив интересен мы отмечали день рождения позавчера здесь наши подруги нашли ресторан очень хорошие вкусные стейки и хорошее мясо то есть молодцы видно что как бы вот эта публика европейская да она все-таки изменила под себя немножко машину сдавили немножко поменяла под себя формат вообще сферы услуг на местном рынке да и в принципе знаете чувствуется разница например если в анталии мало кто из турков говорит по-английски да у меня слабо английский но тем не менее да то есть здесь он более такой хороший официанты все в сфере услуг говорят потому что ну англичане едут немцы англичане соответственно они молодцы в этом плане только всегда подстраиваются все сразу на лету схватывают если можно заработать сами это делать и вот мы спустились вниз тут тоже здесь детская площадочка есть напротив и вот это кафе который впереди а с этой стороны уже идет пляж честно не знаю сколько там стоит шезлонг зонтик не узнавал потому что мы здесь не загорали мы ездили капутаж но вода чистая классная лет как я говорил здесь видит при цены саралской валюты и фунты евро и доллары оплачивать всем вам удобно дядя 6 сайта вчера сидел чеканил вот такой поднос прям здесь на улице делаю там эти вещи такие здесь улочки закоулочки тоже красивые дома не пойдут и дальше а этот барчик вечером любят здесь пенцы сидеть британские и вот напротив они вывешивают два телевизора пьют пивко и смотрят телик сейчас все еще спят либо на пляже кто дом вообще старый-старый косившись вот в этом ресторане мы сидели позавчера бахарат очень здесь вкусное мясо готовят вот они даже холодильник хорошие вкусные стейки делаются ребят хочу напомнить что меня зовут тарас я турагент онлайн я продаю путевки в турцию с вылетом из любого города россии большую часть времени проживаю в анталии катаюсь по отелям снимаю обзор и общаюсь с ателье ирами поэтому владею достаточно большим объемом информации обращайтесь пишите подберу забронирую для своих туристов самая свежая информация и что еще хотел сказать касаемо этой виллы к сожалению здесь наверно вам не помогу потому что мы сами бронировали через booking.com то есть и крупные туроператоры подобные объекты не продают поэтому ссылку описал ставлю в описании на как раз на эту виллу если хотите самостоятельно бронируйте если же хотите приехать в отель на неделю на две на месяц на пять дней пишите рассчитаю все забронируем прилетите отдыхать классно отдохнете касаемо погоды наверное еще надо сказать да потому что сейчас у меня многие туристы пишут как погода в октябре смотрите днем купаемся днем классно жарко приятного даже сейчас еще утро и солнце только встает да но уже достаточно хорошо то есть еще сижу в футболке вполне комфорта вечером нужна кофта вечером уже кофта спать приятно свежо то есть нет так что прям холодно вот ну это уже октябрь в целом наверное мои любимые месяца это как раз от меч сезонья потому что летом слишком жарко вот осень и весна самое лучшее время в турции поэтому пишите звоните телефон у меня ватсапе турецкий номер на ватсап оставляйте заявку всем посчитаю в общем всем хорошего дня и хорошего отдыха пока пока где-то на обратном пути когда мы поехали из калкана с вилл и мы с этой выселились решили еще на пляже капуташи позагорать сейчас вам покажу и а